Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня мы его разберем. Я думаю, что отчасти он уже отыграл себя, но на следующей неделе мы снова вернемся к американской статистике. Потому что эта статистика, как мы уже с вами определились еще в начале этой недели, остается, пожалуй, может быть, даже основным катализатором, особенно после того, как рынок распустил Саудовскую Аравию и ее вот эти планы по разгону искусственному центру того, чтобы создать максимально хорошие условия для IPO Saudi Aramco. Этот новостной фонд также будет нами обсуждаться. Я думаю, что мы еще не раз вернемся. Ну, давайте теперь проведем такой экспресс-блиц-анализ. Начнем мы с нефтянки, уже констатируем закрытие торговой сессии четвергая по совместительству всей недели. Это уровень 69,38. В целом новостная картина ничуть не изменилась. Мы как держались ниже 70 долларов за баррель, так и продолжаем это делать сейчас. Также хочется отметить, что пробой, собственно, столь важного психологического уровня, он возможен только в том случае, если на рынок придут уже конкретные сообщения, либо подтверждение того, что США действительно могут расторгнуть сделку по ядерной программе и вести, соответственно, новые барьеры, с которыми мы уже некоторое время работали, санкции в адрес Ирак. То есть, о нехватке предложения со стороны данного государства, точнее, в случае, если эти санкции будут введены, тоже это риск для всего рынка черного золота. И в данном случае риск, который будет способствовать тому, что котировки пойдут вверх. Ну, я считаю, друзья, то, что даже при всей импульсивности Трампа, все-таки он не будет расторгать международную сделку по заморозке ядерной программы. И, несмотря на то, что это активно обсуждается на рынке, все-таки до этого не дойдет. Что касается другого позитивного момента, продления действий энергетического пакта. Саудовская Аравия может говорить все, что угодно, потому что Саудовская Аравия крайне заинтересована сейчас в том, чтобы котировки были как можно выше текущих значений. И, в целом, конечно же, для IPO Saudi Aramco более-менее выгодными, я бы даже сказал, супервыгодными условиями будут, если котировки, кажется, в районе 75 долларов за баррель. Ну, я надеюсь, что рынок не позволит нагло в Саудовской Аравии манипулировать ценами. Тем более, что в основу этой манипуляции закладывается лишь ожидание, предположение и вероятность сделку. Аналитический пакт вряд ли, друзья, продлят, потому что одной из основных, скажем, действующих лиц этого аналитического пакта – Россия, которая по квоте на втором месте, если Саудовская Аравия взяла на себя обязательство по сокращению производства примерно на 500 тысяч баррель, то там на Россию приходится практически 400 тысяч, но 300 с небольшим. И это очень большая цифра. Я думаю, что вот этот план, который был обозначен принцем Саудовской Аравии о долгосрочном соглашении на 10-20 лет, безусловно, не будет поддержан, потому что мы помним, как проходила прошлая встреча ОПЕК, участников аналитического пакта, участников данного соглашения. Мы помним позицию России, которые пытались найти лазейку, чтобы все-таки досрочно выйти из этого соглашения уже сейчас. Потому что снижение объемов добычи – это негативный момент для экспортно-ориентированной экономики, к которой, разумеется, относится еще давно, это было всегда российской экономикой. Поэтому, друзья, я не вижу каких-то серьезных причин, из-за которых можно было сейчас покупать нефть. Даже если в ближайшее время мы увидим какое-то локальное восстановление, оно будет снова приурочено, опять же, к попыткам Саудовской Аравии затратить все цены. И я заранее хочу сказать то, что на такой новостной фон я не хочу закладываться в плане длинных позиций, потому что системные факторы, они остаются недвежными. Я привык торговать только такими основаниями, поэтому я рекомендую все-таки сохранять короткие позиции. Но если вы еще не открывали трейды, то искать возможности для продаж. На следующей неделе у нас снова целый блок статистики, друзья. В следующей неделе, соответственно, начинаем новый месяц и готовимся к еще одной порции докладов, международных обзоров и от администрации аналитической информации, и от Международного аналитического агентства по темпам добычи, по прогнозам спроса и так далее. Традиционно эти обзоры поддерживают нашу с вами медвежью позицию и способствуют более интересным результатам по, собственно, продаже нефтянки. Рубль 57.24, соответственно, поскольку у нас нет движений по нефти из-за, собственно, пасхальных сессий, я считаю, что и настраиваться на какую-то волатильность российского валютного инструмента тоже сейчас не нужно. Торги будут довольно скромными, вялыми, сдержанными. На следующей неделе мы вернемся к нефти и, соответственно, вернемся к потенциалу ослабления для противосновных конкурентов. Доллар японская иена, мы сейчас котировки, с которыми работаем, выписал 106.31. Это чуть-чуть ниже, чем те уровни, которые мы с вами констатировали в ходе прошлого брифинга. Доллар японская иена и касалась отметки 107. Согласитесь, это очень неплохой уровень и явная победа локальная в ЭКО, которые смогли использовать деэскалацию напряженности, ну и снижение опасений относительно потенциала развязывания торговых войн между США и Китаем. Это новостной фон, который действительно был неплохо отыгран, и расчет на то, что он сможет снизить спрос на защитные инструменты, он оправдался. Поэтому американская валюта выросла, японский инструмент, франк и облигации просели. Соответственно, если продолжать перечислять те факторы, которые могли еще поспособствовать, я думаю, что будут способствовать росту доллара, это, конечно же, очередной блок статистики. Ее очень много было по штатам на этой неделе, собственно, напоминаю, темпы экономического роста, которые оказались на многомесячных максимумах, 2,9% с 2,5% с расходов на личное потребление тоже вырос. Мы нашли причину в экономическом расширении высоких показателей активности потребителей. Вчера куча отчетов тоже, которые анализируют данный сектор, и эта статистика не только не разочаровала, а наоборот подтвердила наше с вами ожидание того, что, собственно, улучшение экономической конъюнктуры, оно, в конце концов, если тенденции будут сохранены, смогут вернуть на рынки разговоры о возможности более агрессивных темпов повышения процентной ставки. Даже несмотря на то, что Джером Пау в ходе своего последнего, да и, скажем так, первого официального заявления, сделал комментарий о том, что сейчас не видит особо мощных причин для роста инфляции, поэтому до конца этого года ставки будут повышены еще в повышенном случае дважды. Я уверен, что позиция может измениться, друзья, собственно, в зависимости от отчетов. Собственно, это также его комментарий, что если статистика улучшится, то и улучшится отношение к политике и самому понятию нормализации денежно-кредитного курса. На следующей неделе у нас нон-фармфэрлс, классика для американского рынка труда, то есть и самый важный отчет, который нас интересует очень сильно, потому что именно на основании темпов роста количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и на основании динамики роста заработных плат, ФРС, собственно, и принимает решение. Стоит и сейчас в данном случае дальше повышать процентные ставки. Вернемся к отчетам, собственно, минувшей торговой сессии. Личные доходы американских граждан на целых 0,5%. Прогресс, позитив, рост тоже, скажем, два месяца назад у нас был такой же показатель расхода на личное потребление. Здесь 1,6% с 1,5% еще более позитивная цифра, чем мы с вами предполагали. И этому отчету уделяли тоже довольно большое влияние, поскольку, понимая, что индекс расходов на личное потребление это действительно индикатор будущего роста инфляции. И если расходы потребителей растут, то тогда есть основания для роста отпускных цен, то есть основания для роста индекса потребительской цены, то есть инфляции. Личные доходы 0,4% тоже рост заявки на посредку обезработицы. Здесь отдельно нужно отметить этот отчет, потому что у нас не то чтобы даже продолжается уже тенденция многолетняя неуклонного снижения этих обращений, но в данном случае мы работаем с показателями, которых не видели практически, ну, никогда. За последние 10-12 лет уж точно. 215 тысяч явный сигнал того, что работодатели продолжают буквально собирать все, что осталось на рынке труда. Это увеличивает занятость, свободных ресурсов становится все меньше и меньше. Это хорошо, друзья, потому что чем меньше, скажем, и чем лучше будет статистика по заявкам на пособие обезработицы, тем больше у нас будет с вами поводов говорить о том, что работодатели обязаны конкурировать за квалифицированный рабочий труд. Самый лучший инструмент конкуренции – это более высокие оклады и уровни, собственно, оплаты труда. Это рост заработных плат, и в конечном счете, чем больше домохозяйства имеют свободных ресурсов, тем, будем надеяться, что ЭКО сработает, тем больше они тратят, и тем больше они стимулируют экономическое восстановление. Ну, в буквальном смысле, куда бы мы сейчас не посмотрели по статистике именно американского происхождения, мы даже при всем желании не сможем найти никакого негатива. Американский рынок труда, сектор сферы услуг, промышленности – все процветает. И это, в конечном счете, приводит к тем показателям экономического восстановления, с которыми мы и работаем. Морган Стендер рекомендует покупать, не задумываясь, доллар-японскую иену, с ориентиром в районе 110 иен за доллар со стопом на уровне 105.20. Если интересно, можете присоединиться к этой сделке, но она, в принципе, соответствует тому, что я говорил вам ранее. Я думаю, что в этом году мы все-таки уже можем признать тот факт, что будем работать совершенно другим трендом по доллару. И этот тренд будет направлен на укрепление. Очень много американского валюты потеряло в последнее время. Пришло время, простите за это, того и отыгрываться. И оснований много. Начиная от статистики и заканчивая, собственно, темпом повышения процентной ставки. Единственное, что сейчас сдерживает рост доллара – это не совсем здоровая динамика долгового рынка США, американских трежерис. Мы традиционно с вами смотрим на десятилетки. И, в частности, сейчас видим минимальные значения с начала февраля. 2,74 – показатели доходности. Но вы понимаете, что снижение доходности – это следствие повышенного спроса на эти бумаги. А почему растет спрос на качественные и надежные, собственно, облигации, самые надежные бумаги, которые вообще есть в плане мировой финансовой системы. Ну, это, конечно же, связано с теми рисками и угрозой продолжения потенциального протекционизма со стороны Штатов. Не будем пока сейчас опять уходить в эти дебри, потому что мы только в начале брифинга с вами отметили, что есть пока позитив. То, что и США готовы договариваться, и с Южной Кореей уже договорились, и с Китаем будем, надеюсь, тоже договорятся. И это позволит нам вообще отказаться от рисков, связанных с обострением геопатической напряженности и ухудшением настроения между ключевыми регионами. И после этого мы, конечно же, просто сфокусируемся на статистике. В общем, доллар-иену, друзья, давайте покупать, и не будем пока негативить, поскольку нет для этого причин. Евро против доллара продолжает реагировать на комментарии представителей Европейского Центрального Банка. Вчера мы слышали комментарии Нота, который отметил, что ожидания рынка абсолютно не соответствуют тому, что планируют сделать Европейский Центральный Банк. Я думаю, что для тех, кто следит за тем, что на рынке обсуждают по действиям Европейского Центрального Банка, знают, что сейчас очень хочется поверить в идею того, что на фоне восстановления Европейской экономики Европейский Центральный Банк свернет программу количества измельчений. Но вчерашний комментарий только доказывает тот факт, что даже несмотря на то, что рынок хочет увидеть эти изменения, ЕЦБ не будет менять политику, потому что в экономике и для экономики в целом есть риски, и есть еще, скажем, ряд нерешенных вопросов, где основным креугольным камнем является низкая инфляция. И до тех пор, пока эти вопросы не будут разрешены, соответственно, Европейский Центральный Банк не откажется от беспрецедентной программы экономического стимулирования. Я предлагаю, друзья, как и раньше, искать возможности для продаж, и, на мой взгляд, довольно хорошим уровнем может стать 1,2340, то есть используемый отложку sell limit. Фонд против доллара. Вчера у нас данные по экономическому росту, они совпали с ожиданиями 1,4% в годовом выражении, 0,4% в квартале. В соответствии с прогнозами, поскольку не было никаких сюрпризов, рынок практически на них не отреагировал. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание, так это на данные по объему потребительского кредитования, которое в прошлом месяце выросло в Англии. Что это значит? Это значит то, что потребители сейчас активно заимствуют средства, потому что абсолютно уверены, что уже совсем скоро, скорее всего, в мае Банк Англии поднимет процентные ставки. То есть обслуживание кредитов станет более дорогим, это повысит, собственно, и издержки, связанные с этим. Ну и, разумеется, сейчас чуть ли не самый последний момент, когда на более-менее дешевых и комфортных условиях можно влезть в эти кредитные обязательства и гасить по тем ставкам, которые в ближайшее время претерпят изменения. Соответственно, друзья, по фунту. Ну, я думаю, что после вчерашних отчетов, особенно после роста темпа кредитования, я думаю, что вопрос с повышением ставки можно считать уже решенным, поэтому готовимся к нему. Май все-таки уже совсем скоро, мы на следующей неделе открываем с вами апрельский месяц, соответственно, все меньше и меньше времени остается, поэтому в любой момент пара фунт-доллар может начать активно отыгрывать и закладывать в собственную стоимость эти изменения. Нужно успеть прыгнуть в этот движущийся состав. Я считаю, что сейчас уже почти хорошие возможности для этого, чтобы купить бритацию. Доллар канадец. Вчера данные по индексу цен производителей, то есть показатель, предваряющий и предвосхищающий статистику по инфляции, спад на 0,1%, экономический рост тоже просел на такую же цифру 0,1%. То есть статистика хуже некуда, это статистика, на которую мы с вами настраивались. Мы вообще не верили в то, что по Канаде в ближайшее время будем работать с позитивными цифрами, потому что текущее ухудшение статистики – это все следствие крайне необдуманных решений по росту процентных ставок, которые были приняты ранее. И, соответственно, снижение вероятности того, что Банк Канады будет повышать процентные ставки дальше, это хорошее подспорье для того, чтобы продавать канадцы. Доллар канадец у нас тоже в числе длинных позиций. Для тех, кто хочет поспекулировать еще и на краткосроки, либо для тех, кто еще не ищет уровни, я считаю, что Байлимит, оппошка с отменки 1,2890, собственно, хороший уровень. И я думаю, что с учетом текущих котировок, возможно, даже Вольвер уже мог сработать в последние минуты. Что касается ожиданий по канадцу, помимо слабых данных, не забывайте про потенциал нефти. И еще будем ждать в первых числах апреля новые подробности по переговорам НАТО. Я думаю, что эти подробности тоже будут преимущественно негативным включить для Канады. Австралийца селлимит 0,7690. Эта сделка, собственно, пока актуальна. Надеюсь, что мы сможем отработать эту оппошку и продать австралийца по хорошему уровню. Хотя я рекомендовал продавать австралийца еще тогда, когда мы держались в районе 0,8. Сейчас, конечно же, такие сделки уже приносят хороший профит. Но цель довольно неплохая. Цель с учетом текущих значений, ориентируясь еще и на прогнозы Банков Америки, мы родились, находятся на 600 пунктов ниже. То есть цель на долгосрок до конца 2018 года 0,70. И я думаю, что, ну, действительно, пока что складываются все условия, чтобы мы смогли ее достигнуть. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо всем за внимание. Если какие-то вопросы, вы их всегда можете задавать в нашем канале на YouTube, либо использовать для этого форума Markets. Огромное спасибо тем, кто все-таки использует эти возможности, проявляет социальную активность, делится своим мнением. Это всегда очень приятно. Наблюдать и солидарную позицию по отдельным инструментам, и позицию, которую можно даже и расходить. В общем, мнений, может быть, очень много, и это хорошо, потому что чем больше, скажем, разных позиций мы друг другу обозначим, тем, в конце концов, больше у нас будет шансов выйти на какой-то общий знаменатель и договориться по каким-то медианным уровням. Я вот призываю вас эти мнения высказывать, и призываю вас вместе, совместными усилиями, искать самые хорошие уровни, самые хорошие идеи и самый интересный фундамент, который действительно может привести к таким же интересным движениям. Хороших вам, друзья, выходных. Увидимся мы в понедельник с вами в 9.30 по московскому времени. Также для тех, кто, возможно, не сможет присутствовать в прямом эфире, запись будет доступна, ну и еще в 16.30 по Москве. В понедельник состоится наш традиционный вебинар «Поральный пандемик», на который я с большим удовольствием вас всех приглашаю. Будем разбирать события недели минувшей и посмотрим на то, что нам заготовила неделя предстоящая. Ну, он фарм появился, это центральный отчет о следующей неделе. Будем искать поддержку для доллара, и я надеюсь, что ее найдем. Всего доброго. До свидания.